Здравствуйте! Я Владимир Суртаев, создатель курса по МАИ для Компьютерной Академии ТОП. Первый вопрос, который беспокоит всех без исключения студентов, обучающихся 3D-графике, который я бы хотел рассмотреть, это то, почему вообще стоит изучать 3D-пакет МАЯ. Дело в том, что МАЯ – это индустриальный стандарт производства, во-первых, кино и, во-вторых, игр. Сейчас игровые компании в основном перешли на МАЯ, хотя раньше они пользовались 3D-максом. А киношные компании как работали в МАИ, так и продолжают работать. Понятно, что есть Блендер, есть Cinema 4D, есть еще много всякого разного классного софта, но если вы хотите найти работу в индустрии с высоким заработком, то вам придется изучать именно МАЮ. То есть тут это скорее вопрос не того, что она лучше всех других, это просто то, в чем все работают. Это стандарт индустрии кино и игр. Теперь, когда мы понимаем, что МАЯ – это не просто 3D-программа, а это еще и ключ от квартиры, где деньги лежат, мы можем перейти к ее изучению. После того, как вы установили МАЮ, проверьте, стоит ли вместе с ней рендер Арнольд. Если у вас его нет, то обязательно установите. Это самый удобный и быстрый рендер для МАИ, который мы будем с вами использовать при изучении и освоении этой программы. В дальнейшем вы сможете перейти на любой другой сорт, который вам понравится или будет доступен. Итак, мы открыли программу МАЯ. И прежде чем начать нажимать на кнопки, давайте разберем систему проектов МАЯ. Дело в том, что ваш майский проект состоит не только из самого файла МАЯ. В нем могут быть еще и другие вещи. Например, это текстуры. Когда вы их импортируете в сцену, они не становятся частью файлов, когда вы сохраняете файл. Текстуры не сохраняются вместе с этими файлами. Текстуры продолжают лежать на диске там, откуда вы их взяли. А на них просто сохраняется путь. Плюс в проект входят рендеры. Они тоже находятся не в файле, а на вашем компьютере. Там же находится и автосохранение, кэш и всякие тому подобные вещи. И поэтому прежде чем начать работу в МАЯ, нужно указать, где он, этот проект, будет находиться. И в какую папку МАЯ будет сохранять все файлы проекта, для того, чтобы вы могли его полноценно перенести на другой компьютер. То есть, другими словами, показать МАЯ папку, внутри которой и будет лежать все важное. Для этого создадим на компьютере папку для нового проекта. Название пишем на английском языке, потому что МАЯ не работает с русской раскладкой клавиатуры. И чтобы не возникало проблем, мы указываем путь, в котором не должно быть названий на кириллице. После этого копируем путь к этой папке. Заходим в меню файл и нажимаем Set Project. Указываем место, куда будет сохраняться проект. В этой папке МАЯ создаст скрипт, который будет индексировать для нее все файлы, которые будут использоваться для проекта. Создадим тест-проджект, укажем к нему путь и нажимаем Set. И появляется окно, в котором МАЯ говорит нам, что в этом месте проекта нет. Можно выбрать новое место, но мы хотим в этом месте создать проект. Поэтому нажимаем среднюю кнопку Create Default Workspace. И МАЯ создаст файл, указатель о том, что проект здесь. Теперь, сохраняя сцену как Save As, дадим ей название Урок 1. У нас весь проект и все нужные для него файлы будут сохраняться в этой папке. Второй шаг, который нам нужно сделать перед началом работы, это поменять некоторые настройки. Это можно сделать двумя способами. Первый. Переходим в верхнее меню Windows. В выпадающем окне выбираем Setting Preferences. И далее Preferences. И откроется окно для изменения дефолтных настроек. Второй способ, более простой, короткий и быстрый. Это в правом нижнем углу нажать на иконку бегущего человечка с шестеренкой. И откроется это же меню. Здесь мы с вами и поменяем некоторые настройки. В левом столбике находим Undo. И нажимаем на него. В нем Finite меняем на Infinite. Это даст нам бесконечное сохранение изменений в проекте. Это нужно на случай, если проект завис или отключился свет и компьютер аварийно перестал работать. Или ты работал-работал, экспериментировал, сохранился, не туда точки подвинул. Это все переписывается и ты сидишь, нажимаешь отмену и отменяешь просто целый час работы без проблем. Вторая настройка, которую мы изменим, это Files and Projects. Здесь нужно поставить галочку в автосейв напротив Enable. По умолчанию функция автосохранения в мае отключена. Также галочкой включим лимит автосохранения. По умолчанию он будет сохранять каждые 10 минут. И поэтому каждые 10 минут, соответственно, если галочку поставить, то он будет сохранять не больше 10 штук. Когда он дойдет до 11, он перепишет просто первую и будет по кругу сохраняться. Время можно сделать поменьше, если хочется, но большого смысла в этом нет. Еще надо учитывать, что сцена может быть достаточно тяжелой. И сохранение может занимать какое-то время. И поэтому, если здесь поставить слишком маленькое время, это будет просто уже мешать работе. И еще здесь можно указать, где будет проект автосохраняться. В принципе, в проекте это достаточно удобно. Поэтому оставляем как есть. Еще одна опция, которая может быть не совсем вам пока понятна сразу, но потом при работе она окажется очень полезной. В дисплей полигон нужно включить галочку «Hide Light Border Edges». По сути, это означает, что там, где в геометрии не замкнутый край, он будет подсвечен. Это в итоге будет полезно. После этих изменений нажимаем кнопку «Save» для того, чтобы каждый раз эти настройки не делать. Мы переходим в меню «Файл» и нажимаем «Save Preferences». Дело в том, что Maya сохраняет настройки, когда она закрывается. Если мы нажмем на крестик, тогда она их сохранит. Но если она зависнет, или компьютер отключится из-за отсутствия электричества в сети, то эти настройки не сохранятся. А когда мы нажали на «Save Preference», то мы сохранили изменения настроек. Сразу запомним, что «Undo» – это возврат. Возврат действия назад – это кнопка «Ctrl плюс Z», а вперед – «Ctrl плюс Y», как и во всех других программах. Теперь, когда мы закончились с настройками, можно перейти к знакомству с самой программой. Давайте начнем с навигации. Она в Maya очень простая. Удерживая «All» используем три кнопки мыши. Левое вращение, нажатое колесо перемещения и правая кнопка «Zoom». Вращение колеса мыши тоже дает зум. Но он пошаговый, а правая кнопка с зажатым «Alt» дает плавное приближение и отдаление. Еще один момент навигации. Если выделить объект и нажать клавишу «F», то камера сфокусируется на выделенном объекте, и он встанет в середину экрана. И обратите внимание, если у вас по какой-то причине клавиши не работают, это либо включилась русская раскладка на клавиатуре, либо это включился капслок. Но когда капслок нажат, Maya пишет капслок включен. А вот язык она не определяет. Итак, клавиша «F» – это сфокусироваться на выделенном объекте, либо есть клавиша «A» – это показать всю сцену. Если вы по какой-либо причине потеряли объекты, удалившись от них в сторону, то клавишей «A» вы вернете всю сцену в центр экрана. Следующее. Режимы отображения объектов в веб-порте. По дефолту ни текстуры, ни свет не показываются в принципе. Если они в сцене, конечно, есть, то они и не будут отображаться. Они выключены и показываются только серые цвета материала. Чтобы рассмотреть эти режимы, давайте создадим несколько объектов. Для этого откроем панель Polymodeling, и нам станут доступны инструменты создания примитива, которые мы также можем найти в меню Create Polygon Primitives. И первое, что мы создадим, это Plane Плоскость. В правом верхнем углу, нажав на крайнюю иконку, мы откроем параметры нашего выделенного объекта, изменяя которые, можем его перемещать по осям координат, вращать и масштабировать. Для того, чтобы задать точный размер и изменить количество полигонов, нам нужно раскрыть ниже меню Shapes, в котором появится новое окно с размерами и количеством разбиений на грани и полигоны. Давайте здесь изменим размер на 3 и количество полигонов на 5. Теперь создадим куб с размерами 0,5, 0,05 и 0,5. Количество сегментов оставим по одному. Далее создадим сферу и зададим ей радиус 0,1 и полигонов по 10. И создадим цилиндр. Радиус ему назначим 0,06, высоту 0,3, количество сегментов 10. По высоте и на крышке оставим по одному сегменту. Теперь мы можем рассмотреть горячие клавиши отображения объектов в E-порте. Цифра 4. Это каркасный режим, отображая только грани. 5. Это дефолтное отображение в сером цвете всех объектов без текстур и света. 6. Включает отображение текстур, если они назначены объектом. 7. Включает источники освещения. Кнопки 1, 2, 3 работают для каждого выделенного объекта отдельно. Первая показывает геометрию, как она есть. Третья показывает сглаженную геометрию, сабдив, как модификатор TurboSmooth в 3D Maxi. Вторая кнопка показывает оба вида вместе. Далее рассмотрим кнопки на панели, расположенные прямо над длюпортом. Первая кнопка – включение и отключение горизонтальной сетки. Далее каркас куба, равный кнопке 4. Следующая – куб. Эта кнопка равна клавише с цифрой 5. Следующая кнопка включает дефолтный материал. И за ней кнопка включает и дефолтный материал без текстур серым, и следующее – отображение грани поверх дефолтного цвета. Следующая кнопка включает текстуры. Это равно 6. Следующая кнопка включает свет. Если он есть в сцене, это равно кнопке 7. Сейчас у нас света нет, поэтому объекты черные. Давайте создадим освещение. Для этого откроем вкладку Create, меню Light Directional Light. У нас появится источник света, покрутив который, мы можем извинить его направление. И теперь, включив и выключив иконку с лампочкой, мы видим, как свет в сцене включается и выключается. Следующая иконка включает отображение тени во вьюпорте. И за ней идет иконка, включающая Ambient Occlusion. Это отражающиеся тени, отделяющие стыки на граних объекта, передавая отображению в более реалистичный вид. Стоит обратить внимание еще на одну кнопку, которая сглаживает линии во вьюпорте. Без нее прямые линии идут лесенкой, но нажав на нее, вы получите более сглаженные прямые линии без пиксельных ступенек. Теперь перейдем к тому, как менять вид вьюпорта из перспективы на вид фронт. Left или Top. Для этого есть несколько способов. Первый – это крайне левая иконка над вьюпортом с камерой. Если на нее нажать правой кнопкой, то появится список камер, которые присутствуют в сцене, нажимая на которые мы их включаем и смотрим на сцену через включенную камеру. В мае по дефолту стоит 4 камеры, которые нельзя удалить. Можно создавать свои камеры. Они будут появляться в списке и нажав на нее, мы увидим нашу сцену через созданную камеру. Давайте создадим такую камеру. Для этого откроем вкладку в меню Create, Cameras, выберем первую камеру в списке и слегка отодвинем ее и повернем, направив на объекты. Теперь правой мышкой нажимаем на камеру в левом верхнем углу и мы увидим, что в списке камер появилась наша созданная камера. Выбрав ее, мы увидим сцену через ее объектив. Теперь мы можем видеть сцену через камеру, меняя ракурс, ее положение и таким образом настраивая вид через камеру. Для более быстрого выбора нажимаем и удерживаем пробел и нажимаем по центру левую кнопку мыши и наводим на появившиеся камеры. Третий способ переключить вид вьюпорта нужно просто нажать на пробел и появятся все четыре вида. Также эту функцию выполняют кнопки слева, нажимая на которые мы включаем отображение перспективе или всех четырех камер или двух. Нижняя кнопка удаляет или возвращает назад окно Outliner со списком объектов сцены. Выше в левом меню находятся манипуляторы, с помощью которых мы перемещаем объекты, вращаем их и масштабируем. Это три кнопки. Перемещение, вращение и масштабирование. Эта панель называется Toolbox. Давайте перейдем в камеру Front и поднимем цилиндр и попробуем повернуть. Мы видим, что цилиндр вращается вокруг пивота, который находится в центре его. Для того, чтобы нам вращать цилиндр вокруг центра сферы, мы должны сместить пивот и совместить его с центром сферы, то есть в нулевую координату. Для этого вернем цилиндр в исходное положение, нажав клавишу Ctrl Z и нажмем клавишу Insert, которая находится над клавишей Delete. Теперь мы можем двигать пивот, куда нам нужно. Чтобы поставить точно в центр, используем привязку по сетке. И снова жмем Insert, зафиксировав пивот в новом месте. Теперь, когда мы будем вращать цилиндр, он будет вращаться вокруг центра сферы. Вернемся в камеру перспективы и теперь повернем цилиндр. Мы увидим, что справа в Channel Box изменяются параметры. Таким образом, изменяя числовые значения, мы можем менять положение объекта на заданный угол поворота. И так как меню показывает нам трансформацию объекта, соответственно, если мы хотим вернуться назад, то справа выделим все поля, которые хотим сбросить и вбиваем в них ноль. И объект возвращается в исходное положение. Еще нужно понимать, что дефолтный масштаб это единица. Если сделать его ноль, то объект превратится в точку. Это часто используется для анимации, когда нужно, чтобы объект вырос из точки, либо для анимированных диаграмм, где график растет или наоборот уменьшается. Причем размер можно контролировать как по каждой оси отдельно, так и по всем вместе. Теперь, когда мы разобрали работу манипуляторов, самое время затронуть вопросы иерархии. Сейчас у нас все созданные объекты не подчиняются друг другу. И поэтому они перемещаются каждый независимо друг от друга. Давайте создадим иерархию и посмотрим, как будут себя вести объекты, если их подчинить друг другу. Для начала мы выделим наш куб и вернем ему нормальное отображение, нажав на 1. После этого создадим иерархию из наших объектов. Для этого мы сначала выделяем объект, который хотим подчинить другому объекту. Затем с шрифтом выделяем объект, которому хотим подчинить ранее выделенный объект. И после этого нажимаем клавишу P. И теперь мы видим, что в списке у куба появилась вкладка, открыв которую мы наблюдаем сферу. Причем теперь, если мы выделим куб, то сфера выделится вместе с ним. И будет двигаться вслед за кубом. А если мы выделим сферу, то она будет двигаться сама по себе. Теперь давайте также подчиним цилиндр сфере. Для этого его выделяем, затем с шрифтом выделяем сферу и нажимаем P. И мы видим, что теперь у нас создалась цепь иерархии, которая позволяет нам изменять положение объектов, подчиняясь друг другу, передавая трансформации как бы по цепи. Теперь давайте повернем цилиндр, так как он последний в цепи. Видим, что он поворачивается, не влияя на остальные объекты. Теперь снимем с него выделение и выделим сферу. Мы видим, что вместе с ней выделился и цилиндр. И теперь, вращая сферу, мы видим, что цилиндр вращается вместе с ней. И, соответственно, если мы снимем выделение, мы выделим куб, то, вращая его или перемещая, мы будем воздействовать и на остальные подчиненные ему объекту. Для того, чтобы вывести объект из иерархии, нужно его выделить и нажать Shift плюс P. И он выйдет из иерархии, снова станет независимым объектом. При создании иерархии очень важно знать, что ось объекта имеет опции, доступ к которым мы получаем, если два раза нажмем на кнопку манипулятора в левом меню. Нам открывается окно с настройками, которые мы можем изменить. И от этого изменится поведение объекта. Например, если мы выделим цилиндр и два раза нажмем на манипулятор перемещение, то мы увидим, что оси направлены относительно мировых координат вору. И поэтому, когда мы будем перемещать цилиндр, он будет двигаться строго вверх, а не по направлению наклона собственной оси цилиндра. А если нам надо, чтобы он работал как поршень и выдвигался по своей оси наклона, то нам надо поменять волн на Object. И тогда ось повернется по объекту, и он будет двигаться согласно своей оси. Причем, если мы повернем сферу, то ось теперь повернется вместе с цилиндром, и он будет перемещаться в другую сторону, но все равно согласно своей оси. Второй способ вызвать меню Tool Setting – это нажать на верхнем правом меню вторую кнопку с правого края списочек с молоточком. И тогда, если панель прикрепить слева, то ее можно вызывать и сворачивать этим молоточком. На этом урок заканчиваем. Остальные моменты будем рассматривать в дальнейших уроках во время практического моделирования по мере необходимости. Продолжение следует...